Я благодарю всех за внимание и благодарна, что меня поставили на завершающий момент, потому что можно сэкономить время на перечислении всей действующей нормативной базы. Мы, естественно, так же, как и все работаем в государственном образовательном учреждении, мы точно так же, как и все остальные, используем действующую нормативную базу. Поэтому в данном случае я не буду подробно останавливаться на той нормативной базе, которая есть в Российской Федерации. Мы ее точно так же, как и вы, отработали. И поскольку я читала вопросы в чате, позволю себе на несколько вопросов по ходу ответить. Из тех выступлений, которые были сегодня уже представлены, практически речь идет о том, что мы все работаем в единой логике. То есть все началось с поиска проблем, пояснения уровня подготовки наших учителей. Мы этот путь прошли давно, потому что 258-я школа Санкт-Петербурга является федеральной и региональной научной образовательной площадкой. В настоящее время, с учетом опыта предыдущих лет, с 2019 года мы уже являемся ресурсным центром как раз по дистанционному обучению школьников. И я как раз с учетом всех сегодняшних выступлений постараюсь остановиться на тех моментах, которые не были представлены раньше. Для нас очень важно обращать внимание на то, какую стратегию выбирает образовательное учреждение. И сегодня коллеги говорили о важности и значимости использования цифровых ресурсов и сетевых технологий. Мы, естественно, за. Поэтому поделись нашего образовательного учреждения – будущее в настоящем. То, что сегодня цифровая среда в школе создается, так же, как и в ваших образовательных учреждениях, очень интересный опыт был представлен. Мы также взаимодействуем с сетевыми, в рамках сетевого сотрудничества с высшими учебными заведениями, с заведениями среднего профессионального образования и культуры Санкт-Петербурга. То есть таким образом и наши педагоги, и наши ученики активно включаются в освоение пространства и за пределами школы, и внутри школы. Поэтому, говоря о том, с чего мы начинали выбор стратегии, я бы хотела как раз остановиться на нескольких позициях. Сегодня педагогические коллективы, руководители, которые представляли опыт своих образовательных учреждений, говорили о том, что активность и включенность учителей – это определяющий фактор. Поэтому мы говорим о том, что будущего нельзя дождаться, его нужно делать только сейчас и создавать своими собственными руками. Оно творится вместе во взаимодействии учителей, учеников и их родителей. И в данном случае, потому что современные дети, и сегодня тоже об этом много было уже сказано, проявляют разного рода активности. Наша педагогическая, гражданская, родительская задача, весь их юношеский порыв, потенциал и всю их активность воплотить и обратить в облавы и их самих, и школы, и территории города, и страны, в которой они живут. Поэтому в данном случае мы максимально полны, я хотела бы обратить на это внимание. При организации и дистанционного обучения, и цифровой среды используем мнение и потенциал самих учеников. Поэтому право формирования образа будущего, то есть того, к чему мы стремимся и что мы реализуем в своем образовательном учреждении, мы активно включаем в школьного самоуправления. В предыдущих выступлениях о детях как-то не особенно говорил, поэтому я специально обращаю на это внимание. И родители, то есть да, есть мнения родителей разные, уровень подготовки родителей тоже очень разный. И мы пытаемся им объяснить, что результат школьника, то есть в первую очередь их собственного ребенка, это усилие семьи и школы. Поэтому так же, как и в ваших регионах, мы работаем с родителями, потому что совокупный результат зависит от их участия. Поэтому мы берем на себя нынешнюю ситуацию роль такого лидера и как лидеры конструируем вот те возможности новые, которые сегодня позволяют реализовать наше образовательное учреждение, ну и понятные ресурсы всего города. Я почему взяла вот эту картинку? Мы школа с углубленным преподаванием физики и химии, с одной стороны по уставу, с другой стороны, ну это казус, который есть на территории Российской Федерации, так же, как и вы все, мы обязаны принимать детей в заявительном порядке. То есть вопрос заключается в том, что все хотят учиться в школу с углубленным преподаванием лицей и гимназии, но уровень подготовки и склонности, способности самих учеников и уровень ответственности их родителей очень-очень разный. Поэтому мы убеждаем всех вместе и учеников, и учителей, и родителей в том, что конструирование вот этой образовательной среды цифровой, мотивирующей, интерактивной, это наши общие усилия. И когда человек активно, осознанно включается в конструирование этой среды, мы тогда можем рассчитывать на больший педагогический развивающий эффект. Следующее, я хотела бы обратить внимание на эту уникальную цитату. Да, нас называют, мы этим гордимся и стараемся поддерживать имидж культурной столицы. Уникальный человек, уникальный специалист, который всей своей жизнью доказал, что культура образования, способ мышления, это те уникальные ресурсы, которые есть у каждого. Поэтому при разработке дистанционных курсов, при подготовке и мотивации детей, и учителей, и их родителей, речь шла о том, что чем больше человек знает, умеет и понимает, что он как больше делает, тем больше инструментов появляется в его собственных руках, значит, тем лучше те решения, которые он предлагает и для себя, и для окружающих. Поэтому вот этими основными моментами мы пользовались, пользуемся сейчас при формировании стратегии дистанционного обучения в нашем образовательном учреждении. Понятно, что школа давно работает, но мы постоянно проводим мотивирующие семинары со своими сотрудниками, потому что сегодня уже много было ссылок на тексты и Организации объединенных наций, ЮНЕСКО и другие источники. Поэтому мы подбираем и широко используем те новые ресурсы, которые появляются в доступной официальной среде. И таким образом вот эти источники, которые в презентации вы сможете посмотреть, нами естественно отработаны, и мы постоянно отслеживаем и анализируем те новые тенденции, которые появляются при подготовке дистанционных курсов, при организации занятий с обучающимися. То есть таким образом вот в презентации я эти ссылки показала, эти новые ресурсы, которые появились уже в этом учебном году. В данных ресурсах как раз очень четко это важно понять при работе, при мотивации. Сегодня уже руководитель 9-го лицея говорила о том, что очень важно мотивировать свой педагогический коллектив, говорить о том, что наша инновационная деятельность и разработка вот этих всех дистанционных курсов, программ, в то, что мы включаем, в те процессы, в которые мы пытаемся включить свой педагогический коллектив, это профессиональный и личностный рост. Если мы хотим быть конкурентно способными, если мы хотим быть интересными для своих собственных учеников, для своих коллег и для себя, мы должны развиваться и учиться вместе с детками, со своими, которых мы пытаемся чему-то научить. И в связи с этим мы говорим о том, что изменяется роль учителя. Если в предыдущие годы педагог работал по принципу, знаю и говорю, а вы выполняете так, как я сказала, на сегодняшний момент мы говорим о том, что позиция учителя изменяется. Коллеги уже сегодня говорили об этом. То есть в данном случае учитель в своей деятельности превращается в человека, который знает, как организовать среду для самостоятельной работы учащихся. Но и в данном случае наши дистанционные курсы мы выстраиваем в этой логике. И особенности сегодня уже говорили 21 века и системы образования в 21 веке. То есть если очень коротко, мы можем говорить о том, что главное, чтобы наши взрослые дети, в том числе и их родители, и естественно педагогический коллектив, понимали, что непрерывное образование – это то, чем мы занимаемся, тот процесс, в который мы включены, и чем активнее мы включаемся в процесс непрерывного образования, тем дольше мы будем интересными, конкурентно способными и здоровыми в том числе людьми, потому что активность головного мозга полностью влияет на состояние всего биологического организма. Все-таки школа у нас с углубленным изучением ряда предметов естественного научного цикла, и мы связываем в том числе интеллектуальную активность со здоровым образом жизни. Итак, каким образом были вычлены именно проблемы? Так же, как и при разработке тех материалов, о которых сегодня уже говорили коллеги, главное – организовать среду и дистанционные курсы, подобрать таким образом, чтобы учение, то есть ребенок, который включен в этот процесс, учился сам. Дальше от этого во многом зависит, как организовано учение, то есть каким образом учитель создает и организует процесс, и, естественно, о чем сегодня уже очень коротко говорилось, я хочу обратить особенное внимание. Цифровые ресурсы, те новые супертехнологии, которые есть, они никогда не заменят человека, то человеческое, что в нем есть. Поэтому во всех наших разработках мотивирующая часть есть, это в первую очередь развитие человека, развитие его самого, его семьи, человечества в целом. И вот эти этические вопросы и для человека, как ученика, и родителей в том числе, мы в обязательном порядке, в процессе сопровождения, в своих дистанционных курсах отражаем. Следующий момент, этот текст, вот я уже обратила внимание коллеги, тоже использует свои проекты. Суть проекта, который был нами заявлен, это в первую очередь создание среды дистанционного обучения, мотивирующей, развивающей, подбор и сопровождение, определение ролей, в которых принимают участие, выполняют и ученики, и учителя, и родители в том числе. И таким образом, целевая аудитория, понятно, дети, родители или их опекуны, педагогические работники и администрация школы. По поводу администрации, сегодня уже коллеги говорили, с точки зрения администрации, как представителя администрации, могу сказать следующее. Наша самая главная задача, и то, что мы проповедуем в своем образовательном учреждении, задача администрации, освободить учителей от той рутинной работы, которой мы можем доверить машинам. Поэтому та дистанционная часть, которая может быть выполнена другими работниками, не отвлекая учителей непосредственно от взаимодействия с учениками, она, естественно, перекладывается на плечи тех работников, которые должны обеспечить это все сопровождение, и техническое, и технологическое. И вопросы в чате, которые прозвучали по поводу того, есть ставки цифрового тьютера или нет. Название цифровой тьютер у нас только на сайте, но право директора школы в рамках своего штатного расписания эти ставки выводить. Другое дело, как вы их называете, для тарификации. Потому что содержание функциональной обязанности определяет работодатель, то есть директор школы. Один из вопросов, который задавался, я обещала на него ответить в чате по поводу оплаты работы сотрудников. Оплата сотрудников проходит в данном случае вот за разработку дистанционных курсов за счет над тарифного фонда стимулирующих выплат, то есть в начале учебного года. Естественно, директор школы, так же, как и все, пишут приказ по распределению и в рамках функциональных обязанностей за счет стимулирующего фонда тем учителям, которые работают в этом направлении, естественно, определяется доплата. Второй вариант, кроме этого, то есть кроме доплаты, естественно, за счет ставок, которые были введены в рамках региональной инновационной площадки, Санкт-Петербург в данном случае в благоприятной ситуации. Понятно, коллеги могут сказать, что у них другая ситуация, но это уже не к нам, мы эту ситуацию максимально полно используем. В рамках закона об образовании Санкт-Петербурга образовательные учреждения, которые принимают участие и получили статус региональной инновационной площадки, получают дополнительное финансирование в размерах трех ставок и доплата на оборудование по СМИТе, которое было заявлено во время прохождения конкурса. То есть в данном случае эти три ставки директор школы уже распределяет с учетом особенностей и заявки региона на статус региональной инновационной площадки. И еще один вопрос, вернее вопрос, а реплика, которая была в чате по поводу того, бесплатно или платно, мы все это рассмотрим, я имею в виду тех, кто уже выступал, задавался вопрос, платно или бесплатно работаем. Позиция нашего города это такова, что если школа получила уже деньги из бюджета Санкт-Петербурга на зарплату и на разработку тех или иных ресурсов, значит все эти ресурсы выкладываются в открытом доступе и все регионы Российской Федерации, включая всех участников сегодняшней конференции, могут их использовать в открытом режиме, поэтому я сейчас как раз и перехожу на наш сайт. Разработана модель дистанционного образования наших школьников, естественно здесь есть и вариативная, и инвариантная часть в ходе разработки, то о чем сегодня уже говорили, я почему опускаю нормативную базу, Федеральная целевая программа развития образования, программа информатизации, НТШ, технологическая инициатива, цифровая среда, естественно наш любимый профессиональный стандарт, все эти документы положены в основу разработки функциональных обязанностей и должностных инструкций, соответственно разработан с родителями, извините, договор, все эти документы на сайте школы висят и вы с ними можете познакомиться. Дальше, поскольку встал вопрос, естественно мы не самые первые в этой работе, и мы можем вместе со своими коллегами использовать тот опыт, сегодня как раз уже говорилось, те открытые онлайн ресурсы, которые есть, поэтому мы перед собой поставили задачу пополнения банка дистанционных учебных курсов, сюда вошли и те ресурсы, которые находятся в открытом доступе в Санкт-Петербурге, потому что отдельно большой проект есть по дистанционному обучению для ОВЗ, в котором мы тоже принимаем участие, для детей с ОВЗ, в котором мы тоже принимаем участие, поэтому есть ссылка на те ресурсы, которые были разработаны коллегами, и выложены наши материалы, которыми вы можете использовать. Отдельно, но это модно сейчас и для детей, и для взрослых, был разработан в качестве инновационного продукта, у нас в городе есть такой конкурс инновационных продуктов, вы тоже можете с этим материалом знакомиться, лайфхак по поводу организации дистанционного обучения, то есть кто что и как будет делать, кто что и как делает, для того, чтобы и родители, и дети, и учителя понимали, в каком направлении будем двигаться. Соответственно, все эти курсы выложены в материалах по инновационной деятельности, этот материал представлен. И сегодня уже говорилось, вот передо мной коллега говорил о том, что появляется, вот изменяется позиция учителя в ходе дистанционного обучения, мы с этим полностью согласны, поэтому в материалах, которые выложены на сайте, вы посмотрите, вот как раз цветом выделены это действующие ссылки, материалы для учителя, все локальные акты, все инструкции по организации, по разработке, по взаимодействию с учениками и их родителями. Дальше сделан портал, который показывает, как может работать ученик, то есть когда вы зайдете на сайт, вы сможете поработать с этими ссылками. Что делает ученик? Соответственно, материалы выложены и для родителей, это все действующий портал, в котором работают наши учителя, ученики и коллеги. Поскольку, я уже сказала, комитет по образованию через конкурсные процедуры высоко оценил нашу работу в стадусе региональной инновационной площадки, сейчас мы уже делимся своим опытом и проводим курсы повышения квалификации для коллег в организации дистанционного обучения. И программа, которая выложена, вот как раз 20-го числа было написано в чате, будет конференция, если технически мы сможем с вами связаться, как раз 20-го числа у нас тоже будет большое количество руководителей и учителей, мы будем презентовать все вот эти вот программы повышения квалификации для педагогического сообщества Санкт-Петербурга, если будет такая техническая возможность, попробуем с вами выйти на связь. То есть таким образом результаты проекта, так же, как и у нас у всех, то, что входит в обязательные документы, разработка нормативной базы, банк методических рекомендаций, все те инструменты, которые в процессе технического задания мы выполнили, все это на сегодняшний момент есть. И понятно, что идет мониторинг, программа мониторинга выложена, включена в эту модель, она есть на сайте. Я взяла только те результаты, то, как оценивают сами ученики, результаты нашей совместной работы. То есть каким образом дистанционное обучение помогает ребятам в своем собственном темпе решать те образовательные задачи, которые перед ними ставят ученики, учителя, извините, или которые они определяют вместе с учителем. Я уже говорила, что мы школа с углубленным преподаванием, то есть есть дети с высоким уровнем образовательных результатов и мотивацией, и есть и дети, но которые по разным причинам учатся не так, как хотелось бы. И вот как раз дистанционное обучение позволяет, дистанционные курсы позволяют работать и с первыми, и со вторыми. Потому что разработанные материалы у нас в школе, уникальная ситуация, у нас есть заслуженные учителя, которые давно успешно работают с углубленным преподаванием физики и химии, в том числе и астрономии. И эти курсы выложены для того, чтобы с высокомотивированными детьми работать в их темпе. С другой стороны, у нас есть дети, которые по разным причинам не успевают, и соответственно для таких деток подготовлены тренировочные задания, и те курсы, которые помогают им в своем собственном темпе решить те проблемы в освоении учебного материала, которые есть. И третий вариант, я уже говорила, мы работаем в том числе с детьми с ОВЗ, поэтому разработаны программы, есть специальное оборудование для детей, у которых есть соответственно проблемы со здоровьем. Говоря о родителях, мы очень много их убеждаем в том, что они должны включаться в образовательные процессы, как уже коллеги говорили, родители по-разному к этому относятся. и тем не менее, те, кто уже в них смог оценить, говорят о том, что самостоятельность детей повышается, ребенок может оценить свой собственный темп и соответственно вернуться к тем пробелам здания, которые у них есть. И вот обратите, пожалуйста, внимание, что есть даже такие задания, которые интересны и самим родителям. Для нас это тоже очень важный момент, потому что родители, так же, как и у вас, у нас тоже очень разные. Итак, если делать очень короткий вывод своей инновационной деятельностью, мы говорим о том, что будущее, это как раз за той школой, которую вот сегодня коллеги представляли с учетом своего опыта, поэтому, завершая вот эту часть, хотелось бы поблагодарить всех за интересный материал. Мы, естественно, со своими коллегами, со своим федерическим коллективом детально рассмотрим и изучим все презентации, будем с вами продолжать сотрудничество и после того, как завершится наш с вами отчет по ЦПРО. И, главное, школа должна стремиться задавать и отвечать себе на вопросы всему своему федерическому коллективу, чем сегодня учебный год отличается от предыдущего, и какие новые возможности мы своим педагогическим коллективом предлагаем и своим ученикам, и себе для профессионального развития, естественно, родителям, которые нам доверили. Все материалы, о которых я сегодня говорила, выложены на сайте школы, вы с ними будете, можете познакомиться, если это интересно. Ну, и самое главное, я уже говорила, наша задача убедить нынешнее так называемое цифровое поколение в том, что учиться с нами или без нас им придется все оставшуюся жизнь, поэтому задача вместе с ними продолжать учиться, встраиваться в этот процесс непрерывного образования и получать удовольствие и от того, как они учатся вместе с нами, но и от того, что мы с вами делаем. Спасибо за внимание, если есть вопросы, я готова ответить на вопросы.